Коронавирус, возбудитель острой респираторной вирусной инфекции, вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами, может привести к летальному исходу. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса на планете. То, что мы сейчас переживаем, я имею в виду, вообще весь мир, это, конечно, уникальный момент, потому что на самом деле это не только в моей практике, но это и в целом, в новейшей истории, такое вот необычное событие, потому что пандемия – это само собой понятие, может быть, медицинское, конечно, ну, всем, наверное, понятно, да, то, что все страны задействованы в мире вот с такой бедой, как коронавирус. Коронавирус передается контактным путем, например, через рукопожатие и воздушно-капельным, когда рядом кто-то кашляет или чихает. Первым органом мишени являются дыхательные пути, нижние дыхательные пульты. Коварство коронавируса в том, что заболевание можно перепутать с обычной сезонной простудой. Как же отличить его от других респираторных инфекций? Медики объясняют, при простуде или бронхите кашель обычно влажный, а при коронавирусе – сухой. А еще у пациентов держится высокая температура, которая редко бывает при сезонной простуде, и наблюдается затрудненное дыхание. В свете общей мировой ситуации, говорят врачи, постановка диагноза самому себе и самолечение недопустимы. Увеличилось количество просто звонков на службу 03, когда люди хотят уточнить некоторые нюансы коронавирусной инфекции, много ли у нас случаев в крае, как себя защитить, как защитить детей, что делать, если температура повысилась, как отличить его от обычного гриппа и от вирусной инфекции, чем лучше лечить. Большое количество вызовов. Мы с Министерством здравоохранения края совместно, в общем-то, стараемся отвечать на эти вопросы, реагировать. Какие-то вопросы отвечают диспетчеры службы скорой помощи, по какие-то вопросы мы направляем на горячую линию Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, поликлиники. И, в общем-то, стараемся направить вызывающих в какое-то необходимое им русло. Почему дыхательные пути первые реагируют на это все? Потому что вдыхаемый воздух, он встречается именно с дыхательными путями. Это первая встреча, поэтому они больше всего реагируют. Это барьер воздуха и внутренняя среда организма. Поэтому, когда мы вдыхаем, первая встреча с дыхательными путями. Почему они реагируют? Потому что они вынуждены нас защищать. Симптомы коронавируса могут проявиться в течение двух недель после заражения. Ведь инкубационный период болезни от 2 до 14 дней. Симптомы COVID-19, коронавируса. Повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле, боль в мышцах, бледность кожных покровов, высокая температура озноб. Инфекция новая. Мы получаем в онлайн информацию о том, что нам дают коллеги китайские. У них сейчас пошло на спад, как вы знаете, да. И они, видимо, сейчас уже могут давать какую-то информацию. А все зависит от многих факторов. То есть, как мы говорим при любом инфекционном заболевании. То есть, от микро- и макроорганизма, да. То есть, насколько вирус вирулентен, заразен и так далее. И насколько человек, к которому он попал, скажем так, ослаблен, иммунитет у него и так далее. Возраст. Болеют, конечно, чаще люди пожилого возраста. Это тоже факт. Люди в возрасте от 80 лет тяжелее всего переносят инфекцию. Они в группе особого риска. Именно у них чаще всего случаются осложнения, такие как пневмония. Такое серьезное заболевание может привести к летальному исходу. А когда происходит внедрение вирусной инфекции, сначала происходит воспаление вирусное воспаление. Потому что вирусы очень быстро распространяются по дыхательным путям. Они очень быстро размножаются. Если это высокопатогенные вирусы, такие как грипп, они очень быстро размножаются, очень быстро чувствительны, очень быстро сцепляются с клетками дыхательных путей, и размножая, снижают иммунитет. Очень высокий риск развития бактериальной инфекции. Осложнения после перенесенного коронавируса. Атит, синусит, бронхит, пневмония, сепсис, проблемы с желудочно-кишечным трактом, миокардит, воспаление сердечной мышцы, инфекционно-токсический шок. В группе риска пенсионеры, люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также лица с ослабленным иммунитетом. Они больше остальных рискуют заразиться коронавирусом при контакте с больными. Медики настоятельно просят пожилых людей как можно реже посещать магазины и торговые центры. Если нужно срочно оплатить коммунальные услуги или купить лекарства, стоит попросить об этом близких или соседей. Сегодня единственная мера, что мы можем сделать, одна из самых важных, это не распространить инфекцию и, грубо говоря, ее не получить. Самоизоляция, не посещать массовые мероприятия. Не, так скажем, о возможности, если есть эта возможность, работа удаленная. То есть все, что можно разобщить, это сегодня первое во всех роликах социальных, сообщениях, рекомендациях международных, социальных, каких угодно, любых стран. Это именно, вы видите, ограничение идет массовых мероприятий. Потом 3 тысячи, потом 1000, 100 человек. То есть, по большому счету, если такая наука эпидемиология, она определяет количество. Помочь пожилым людям пережить карантин решили кубанские добровольцы, активисты движения «Волонтеры-медики» совместно с Общероссийским народным фронтом. Центр помощи будет работать по заявкам пенсионеров и маломобильных граждан. Пожилым, которые находятся, к сожалению, в группе риска по коронавирусной инфекции, мы готовы помочь всем необходимым оказать адресную помощь при покупке лекарственных препаратов, при покупке продуктов питания, кормов для животных. Если необходимо, мы можем выгулить домашних животных. Подать заявку можно на сайте ОНФ или по телефону горячей линии. Волонтеры будут приходить к пенсионерам в масках и перчатках, чтобы защитить пожилых людей от инфекции. Остальным тоже не стоит забывать о профилактике. Главное – это личная гигиена. Нужно мыть руки с мылом, регулярно обрабатывать их дезинфицирующим раствором. Также стоит запастись одноразовыми салфетками, чтобы при кашле и чихании прикрывать ими рот. Влажные салфетки тоже пригодятся. Ими нужно протирать сумки, книги и телефоны. И помните о медицинских масках. И, конечно, вот в такой период я всем рекомендую держать при себе хотя бы минимальное средство индивидуальной защиты. Это одноразовая либо многоразовая маска. Я вот ее ношу с собой. Предостеречь вас, ваши семьи от заболевания любым инфекционным гигантом. Особую бдительность и сознательность нужно проявить туристам, которые вернулись из-за рубежа. Им нужно обязательно обратиться в поликлинику или больницу. Врачи проведут необходимые исследования и передадут информацию в Роспотребнадзор. Все страны проходили несколько этапов, скажем так, развития событий. Они схожи, естественно, потому что инфекция одна. Поэтому вот на сегодняшний день мы находимся в той стадии, когда человек может заподозрить у себя коронавирусную инфекцию в том случае, когда он приехал в течение 14 дней из очага. Если же возникает необходимость выехать пациента и доставить в больницу, допустим, если пациент прибыл из-за границы, у него есть симптоматика, есть повышенная температура, кашель, что-то другое, другие проявления респираторные. Мы, естественно, выезжаем к таким пациентам, выезжаем во всей амуниции. Сотрудники скорой помощи одевают костюм соответствующий, бахилы, перчатки, маску. Водитель скорой помощи облачается точно так же. Мы выезжаем к человеку, задаем ему ряд вопросов. Если подтверждаются его слова, которые он сказал при вызове скорой помощи, мы доставляем таких пациентов в инфекционную больницу. Чем больше стран включились в выявление и в остановку этой болезни, мы говорим о коронавирусе, тем эффективнее будет исход. Если вы почувствовали симптомы простуды, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. И обязательно обратитесь к врачу, только медик сможет поставить точный диагноз и назначить эффективную терапию. Если вы заметили подозрительные симптомы у себя или своего пожилого родственника, не нужно ходить в поликлинику. Незамедлительно вызывайте врача на дом. Медики подчеркивают, ни в коем случае не выходите из дома и не встречайтесь с людьми до постановки диагноза. Мы должны иметь ответственность перед своей семьей, перед своим работниками. Ты являешься высоким риском в дальнейшем заразиться и заражать окружающих и в первую очередь повредить себе. Все, кто волнуется за свое здоровье, вскоре смогут получить консультацию врача через бесплатное приложение. Услуга в первую очередь рассчитана на пожилых людей, чтобы они лишний раз не выходили из дома. Врачи смогут ответить на такие вопросы. Что делать, чтобы не заболеть коронавирусом? Как распознать симптомы заболевания? Как избежать заражения? Не выезжать за границу. Не контактировать с людьми, которые вернулись из-за границы. Чаще мыть руки мылом или другими средствами гигиены. Избегать людных мест. Ограничить походы в магазин, торговые центры. Избегать касания руками перил, дверных ручек и поручней. Отказаться от посещения массовых мероприятий. Избегать поездок в транспорте, особенно в час пик. Избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания. Не трогать руками лицо. Так вирус может попасть в организм. Чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Мыть руки втройне чаще, чем обычный сезон. Это принципиально важно, потому что доказано, что респираторная инфекция передается в том числе руками. Хороший сон, восьмичасовой сон, это является одним из главных поддерживающих иммунитет. А иммунитет, главная иммунная система, это легкие, потому что там пропускается все. Это очень важно. Нормальное, рациональное, обычное питание. Перенапряжение ни в одну, ни в другую сторону. Если это все выполнено, я думаю, что все будет хорошо. На любые вопросы граждан о вспышке коронавируса и профилактике заболевания готовы ответить в Роспотребнадзоре. В случае подозрений на коронавирус люди в защитных костюмах могут экстренно приехать к любому жителю края на дом. Для этого достаточно набрать номер 103 или 112. Вся актуальная информация о том, как избежать заражения, есть на сайте российского Минздрава в специальном разделе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...